здравствуйте уважаемые подписчики и гости нашего канала сегодня в нашем видео обзоре мы расскажем вам про розу графини диана это роза селекции кордос 2012 года растет она у нас три сезона и зимовала 2 зимы и сегодня мы немножко расскажем о тех впечатлениях которые произвела нас это розочка конечно у нее очень оригинальный красивый цвет для любителей бордовых тонов она пурпурно-фиолетовая внешние лепестки практически в начале распуска фиолетово-черные здесь можете увидеть вот бутоны только распускаются не практически черного цвета и по мере распускания ближе к центру цветка становятся более пурпурными даже вишнево-пурпурными у нас они высажены в одном месте в розарии в акжели в длинной грядке там приблизительно около 12 саженцев высажено на переднем плане и на заднем плане вы видите розового цвета это сорт амаретто также попутно можно посмотреть как сочетаются розы в гамме розово-фиолетового цвета между собой в общем-то даже неплохо на мой взгляд у розы красивый бутон распускаются ну как в общем-то и чайно-гибридные начинают с бакаловидного и затем когда полностью распускается становится чашевидным и при этом серединку не показывает ну единственное может быть уже ближе к осени уже тогда бутоны не такие набивные там дальнейшем на видео это можно будет посмотреть в ширину разрастается до 40 сантиметров хотя заявлено до 60 но возможно у нас они так разрослись и в дальнейшем она себя покажет в будущие года а высоту заявлено до метра у нас она разрослась приблизительно до 80 сантиметров высоту что касается цветения то мы от нее ждали большего количества бутонов цветов на такое более пышного цветения но за три года нас она конечно этим не очень порадовала хотя повторюсь цветок конечно очень красивый очень похожи есть другие сорта это как графини хандерберг и херц ас тоже чайно-гибридные розы приблизительно такого же плана такого же такой же расцветки но цветут они по пышнее побольше по массовее ну не знаю как то вот графини дианой может это у нас не не сложилось любовь можно так сказать поэтому трудно судить во всяком случае много факторов возможно ей место здесь не очень нравится вообще складывается впечатление что она лучше бы росла где-нибудь в более теплых регионах в подмосковье многим она нравится по цветению наблюдается две ярко выраженных волны первая начинается это в первой половине июня длится приблизительно недели три и затем она зацветает в августе вот сейчас видите 3 сентября уже у нас в этом году сентябрь довольно холодный выдался уже в середине сентября были заморозки до минус пяти градусов вот сура на утром делали эти съемки видно как она утром выглядит вся в россии сорт графини диана довольно ароматный конечно варьирует от времени суток в различную погоду тоже запах может меняться в целом на свои три звездочки три облачка которые заявлены этот аромат так наверное и можно его характеризовать на три облачка что еще интересного у этого сорта это красивая листва особенно вот верхние листики молоденькие листики они темно-зеленые кожистые и очень резные хотя форма куста не очень нам понравилось потому что побеги выбрасывает иногда в сторону кусты какие-то неравномерно развиваются растут что-то короткое некоторые удочки выбрасываются длинные чем какой-то такой немножко несуразный получается куст сам по себе но это вот наше впечатление такое сложилось повторюсь может быть у кого-то он и лучше растет но у нас так всего посаженного ряда 1 2 куст цветут довольно обильно остальные какие-то такие практически не цветущие вот это уже вторая волна цветения сентябрь опять же после холодной ночи уже поразмерзлись немножко цветки поэтому они видите вот в таком виде первые заморозки подпортили много цветов именно этого сорта в общем то то что отцвело то отцвело и уже в дальнейшем были теплые дни больше ничего уже не распустилась из этого сорта ну как-то вот вторая волна цветения закончилась сентябре если другие сорта еще после того как прошли заморозки еще и распускались еще пару недель цвели вот у графини диана застыла и осталось вот таком виде в каком она есть то что сейчас видите есть еще положительный момент у сорта графини диана это в течение всего лета вот за три года сколько мы наблюдали у него хорошо очень держится сам цветок дожди его не портят не замокают лепестки вообще все время пока цветет в течение там двух недель каждый цветок держится на кусту цветок сохраняет свою декоративность и непогода его не портит единственное после мороза прекращает свой рост как тот застывает и все больше не хочет дальше расти и также в целом здоровье у розы очень хорошая она ничем не болеет и листья всегда хорошего качества не больные не опадают конечно может это и связано с тем что мы на всех розариях проводим профилактические обработки но в целом здоровье у сорта графини диана очень хорошие здесь видно что некоторые листочки поразились уже немножко пятнистостью но это естественный процесс который проходит осенью особенно после заморозков когда уже дневные с ночными температурами резко отличаются это не страшно но так здоровье конечно у графини дианы очень хорошие сейчас вы видите клумбу с розами херц ас так немножко для сравнения вам ее здесь поставили эту заставку это тоже середина сентября после морозов вот видна разница как хорошо цветет херц ас и он еще цвел нас до середины ноября со всеми заморозками ночными очень очень много бутонов в общем то даже можно сделать вывод что чем-то они похожи может немножко поменьше черного на внешних лепестках а так это чайно-гибридная роза ничем не хуже а даже лучше по нашему мнению чем графини диана для сравнения поставили вам видео роза херц ас и и в заключение о сорте графини диана хотелось бы еще отметить что очень хорошо переносит этот сорт зиму у нас зимовала она два года без укрытия даже утра силам не накрывали и из зимы вышло хорошо и даже те саженцы которые отмерзли вернее почернели по весне практически до земли они все равно восстановились отросли и цвели далее вы можете понаблюдать как распускается сорт графини диана в режиме интервальной съемки таймлапс напоминаю что интервальные съемки и других сортов роз у нас на отдельном канале который называется время роз и в конце видео будет подсказка по которой можно пройти и посмотреть другие сорта роз как распускаются на канале время роз а у нас сегодня на этом все до свидания до новых встреч